Честнейшая Господи! По Божьей милости я здоров! После обеда часа на два хожу дрова пилить. Не пугайся, что у тебя нет благовеяния в молитве. Хорошо и спасительно, что нудишь себя молиться. Загляни в Лествицу, Слово 28, Голова 29, 14. Бога не представляй, очень строгим, Он очень милостивый, знает нашу человеческую немощь. Святых Отцов мы должны благовено чтить, ибо они особенные избранники Божьи. А чтобы не смущаться, что мы не можем подражать им, загляни в Лествице, Слово 26, Голова 125, 15. Я тоже желаю, чтобы Господь сподобил тебе жизнь окончить в монастыре. Будем молиться и надеяться, что Он осуществит наше желание. Теперь пока поживи с мамой, послужи ей по Пятой Заповеди. В монастырской жизни припасай терпение. Да не один воз, а целый обоз. Безграмотные мои письма мне не нравятся. Вот я написал тебе, чтобы уничтожило их. А если по смирению своему хочешь хранить, пусть остаются у тебя. Пиши мне, не стесняйся. Всегда отвечу, насколько вразумит меня Господь. Иногда смущает меня мысль, зачем переписку веду безграмотно с образованными. Будем надеяться, что мы с тобой, Бог даст, увидимся. Тогда побеседуем. Свято-Отическое Писание направлено к Тремстепаням. Духовное совершенство. Младенцам, средним и совершенным. А мы с тобой младенцы. Нам требуется и полезная, мягкая пища. Вот и извлекай оттуда классы духовные, согласно своему возрасту. Умудрить тебя, Господи. Разбирайся и не смущайся. Призываю на вас с мамой. Божье богословение. Храни вас Господь. Схи Игумен Иоанн. Волшебый, Волшебый, Сухи Игумен Иоанн. Продолжение следует...